Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Вот что сегодня в нашем выпуске. Оценил ходовые качества лично. Городской автопарк пополнился автобусами. Глава Республики Рашид Темрезов сам протестировал общественный транспорт. Новый график для удобства жителей. Дополнительный день обслуживания будет введен в отделении Социального фонда России по Карачаево-Черкесии. Какие участки дорог в Черкесске планируется обновить? Репортаж Вести о том, по какой программе и сколько километров дорожного полотна отремонтируют. Мастер-класс по искусству манипуляций в медицинской сфере прошел в Карачаево-Черкесии в рамках чемпионата профессионалы 2024. Автопарк республиканской столицы пополнился 19 автобусами. Сегодня глава Республики Рашид Темрезов вручил ключи директору черкесского пассажирского автотранспортного предприятия и лично протестировал новую технику. Подробности у Али Баташева. Выстроено в одну линию, как на параде. 19 единиц техники отечественного производства. Это 15 автобусов CityMax 9 и 4 автобуса Vector Next 88 Павловского завода. Водитель из Хак-Пхешков за рулем уже 24 года и уже успел оценить преимущества новой модели. Лучше по салонам, по ходовой части, камеры, по двигателям. Ну, по всей вероятности, чем тот старый пазик, это превосходит больше. Плюсы, да, что новое, комфортнее, не так устаешь. На пазике смену отрабатывал, там, то нога, то это, а это как на легковой машине ездишь. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов лично осмотрел новый транспорт. Затем сел за руль, включил зажигание и поехал по площади. Комфорт и удобство не только для водителей, но и для пассажиров. Просторный и удобный салон, кондиционер, видеокамеры и, независимо от модели, в каждом новом автобусе учтены требования маломобильной категории граждан, откидная аппарель и место для коляски с креплениями. Самое главное, что комфортабельные условия, это, опять же, новый виток развития пассажирского транспорта. Пока в городе Черкесской столице у нас планы по развитию и межмуниципальных перевозок пассажирских таким транспортом. Отечественный автотранспорт, очень современный, кондиционирование, печки, 77 мест с учетом стоячих мест. Для маломобильных граждан все предусмотрено. Здесь, конечно, мы их получили по программе безопасной и качественной дороги. Это уже вторая поставка автотранспорта. И впервые получаем, они, по-моему, 10 метровые, да, 10 метров, двухуровневые. Конечно, отдельные слова благодарности нашему президенту. В ближайшее время автобусы выйдут на линию, будут задействованы в северном микрорайоне Черкеска и других пригородных маршрутах. В ПСИШ у нас ходил один автобус марки Лиас и три автобуса марки ПАЗ. С прибытием этих автобусов, значит, уже будет согласование по руководству города. ПАЗики будем исключать из движения, потому что они уже и морально устарели, и технически уже устарели, приносят свои проблемы. Что касается Николаевского направления, Знаменского, там у нас особых проблем нет, но автобусы пойдут тоже туда уже более комфортабельные. Только за последние два года в Черкесске на линию вышли 26 новых современных автобусов, и работа в этом направлении будет продолжена. Али Баташев, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня 98 лет. Исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Ивану Прокопову. 17-летним парнем Иван Владимирович был призван на фронт, служил в 69-й лёгкой артбригаде Колпнянского 738-го лёгкого артиллерийского полка 2-го Прибалтийского фронта, участвовал в освобождении Риги. После войны ветеран вернулся в родную Орловскую область, а с 1962 года трудился в Черкесске, где и живёт по сей день. За свои боевые подвиги награждён орденом, отечественной войны первой степени, медалями, за боевые заслуги и за отвагу. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил Ивана Владимировича и пожелал ветерану крепкого здоровья, неиссякаемой энергии. Дополнительный день обслуживания будет введён в отделении Социального фонда России по Карачева-Черкесии. Насколько будет удобен новый график? Альбина Ламкова продолжит тему. Каждый человек выбирает сам, как получить услуги фонда в электронном виде или при очном обращении в клиентскую службу. Главная задача – обеспечение качественного приёма и консультирования граждан. Начиная с 30 марта офисы фонда, помимо основного обслуживания по будням, будут принимать посетителей в дополнительный день, каждую последнюю субботу месяца. Граждане и организации смогут получить в этот день весь перечень услуг фонда. Впервые дополнительный день приёма пройдёт 30 марта. Как и в последующие дополнительные дни обслуживания, Карачаево-Черкесское отделение Социального фонда будет вести приём посетителей с 8 до 14 часов. Новый график особенно удобен работающим жителям Карачаево-Черкесской республики. Введение дополнительного дня работы позволит улучшить качество обслуживания посетителей и повысит доступность услуг Социального фонда России, поскольку люди смогут обратиться за услугами в выходной день, отметил руководитель регионального фонда Аслан Озов. По субботам, если будут работать, выгодно в основном будут мамочкам, которые приходят оформлять детские или ещё что-то, потому что они ещё молодые, работают, они приходят, приходится, наверное, отпроситься или ещё что-то. А нам, пенсионерам, мне кажется, всё равно пришёл, наоборот, прогулялся. А в основном молодым, конечно, да, там ребята какие-то, может, льготы имеют. Уточнить актуальное расписание работы ближайшей клиентской службы с учётом всех изменений всегда можно по телефону «Горячая линия» отделения Социального фонда России в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашбоков, Веси, Корчава, Черкесия. В связи с резко возросшим после теракта в комплексе «Крокус-Сити-Холл», количеством телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам России, включая несовершеннолетних сподменных номеров с территории Украины, содержащих призывы к осуществлению терактов России, а именно в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры, УФСБ России по Карачево-Черкесии призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации. Отдельно необходимо проговорить с несовершеннолетними. Важность не вступления в переписку с подобными абонентами. О всех подобных случаях необходимо информировать ФСБ по телефону доверия 2670-00, действующему круглосуточно. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы расскажем о запланированном ремонте дорог, чемпионате профессионалов и ифтарах, которые пройдут в республике. Оставайтесь с нами на канале «Россия-1». В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный дождь и гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью плюс 3-8. В горах минус 1 плюс 4. Днем 12-17 выше нуля. И местами до плюс 8. В Черкесии кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью плюс 5-7. А днем 14-16 градусов тепла. Сегодня глава республики Рашид Темрезов провел рабочую встречу с управляющим Карачаево-Черкесского отделения ПАО «Сбербанк России» Зауром Джазовым. Обсудили вопросы реализации социально значимых для региона проектов. В частности, говорили о внедрении цифровых технологий и развитии технологий искусственного интеллекта в сфере туризма, ЖКХ, здравоохранения, образования транспорта. Реализация инновационных услуг и сервисов позволит содействовать социально-экономическому развитию республики. Также рассмотрели возможность обучения сотрудников профильных министерств программам Сбербанка в сфере цифровых технологий. Стороны намерены продолжать сотрудничество. В региональной столице за 5 лет действия нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтированы 63 километра дорожного полотна. В текущем году планируется обновить еще 25 участков общей протяженностью 12 километров. На некоторых улицах, куда скоро прибудет строительная техника, побывал Артур Мкце. До недавнего времени этот участок по Союзному переулку считался опасным из-за образовавшейся в асфальте ямы. Периодические лапки проезжей части дают лишь временный эффект. Однако включение территории в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» наверняка облегчит жизнь автомобилистам. В текущем году за счет средств Дорожного фонда республики планируется отремонтировать 25 участков автомобильных дорог в общей протяженностью 12 километров. До начала ремонтных работ мы сверили часы с ресурсоснабжающими организациями, направили им письма о необходимости ремонта коммуникации при наличии ветхих сетей, замену ветхих сетей. В рамках капитального ремонта предусмотрены замена дорожного полотна, обустройство тротуаров, где это необходимо. Также планируется привести в нормативное состояние освещение. Будут обновлены и некоторые участки, соединяющие ремонтируемые улицы, в частности проезд между Красноармейской и Фабричной. По словам представителя мэрии, о скором начале работ были оповещены не только коммунальные службы, но и жители, которым необходимо заранее позаботиться о замене или установке коммуникаций, чтобы не попасть под штрафные санкции. До начала работ также проводится просветительская работа с гражданами города Черкеска с просьбой о необходимости замены коммуникаций. Многие жители игнорируют эти сообщения и приходят с заявлениями о выдаче разрешения на перекопы. Такие разрешения не согласовываются. Все сделанные перекопы на вновь отремонтированных дорогах являются незаконными, применяемые меры административного воздействия на них. Ремонтные работы дорожников начнутся в Черкесске в мае текущего года. Возможно, на некоторых участках это создаст автомобилистам временные неудобства. Однако обновление дорожного полотна и установка тротуаров – необходимое условие создания комфорта как для водителей, так и для пешеходов. Артур Махцель-Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В рамках регионального этапа чемпионата профессионалы 2024 по компетенциям фельдшер и медицинский социальный уход организовали мастер-класс по оказанию первой помощи. На базе медколледжа собрались опытные эксперты, студенты и школьники. Дарья Тандит подробнее. Мастер-класс по искусству манипуляции медицинской сферы играет важную роль в развитии и подготовке молодых профессионалов. Пелял Гагуев, будучи выпускником школы, решил, что будет медиком, чтобы помогать людям. Благодаря стремлению опытным преподавателям он стал финалистом регионального этапа чемпионата. Я продемонстрировал оказание неотложной помощи ребенку, то есть сердечно-легочная реанимация, которая проводится при отсутствии сознания, либо же при отсутствии дыхания ребенка. Волнения на сцене, конечно же, были перед такой большой аудиторией, чтобы, главное, не растеряться и все правильно сделать. Эксперты и финалисты моделировали на сцене реальные клинические ситуации, с которыми каждый может столкнуться. Участники чемпионата демонстрировали свои знания и умения в ходе оказания помощи. За процессом наблюдали их преподаватели и школьники города. Была большая ответственность на нас возложена, потому что были гости со школ, ребята, и мы должны были максимально правильно показать манипуляции, чтобы не было какой-то недостоверной информации, чтобы они потом это не сделали неправильно. Поэтому переживания присутствовали очень сильные. Выступили они блестяще, никаких нареканий абсолютно нет. Выступили блестяще. И те преподаватели школ, которые были на выступлении, их слова, которые, в принципе, отражают то, что ученики были заинтересованы, это настоящая профориентация. То есть дети показали настолько высокий уровень, что многие школьники захотели связать свою жизнь с медициной. Для школьников присутствие на мастер-классе – возможность получить новые знания и вдохновиться этой профессией. По окончании мероприятия будущие студенты смогли нанемного стать медработниками. Непрямой массаж сердца. Мы делаем массаж, ставим 90 градусов над человеком и 30 раз нажимаем на плотную клетку. Это для тебя первый опыт? Да. Нам бы хотелось, чтобы в медицину приходили те люди, которые любят, знают и хотят быть медицинскими работниками. И чтобы они видели, с чем они будут в жизни сталкиваться, с какими больными, что их ожидает. Это все относится к профориентационной работе, к работе деятельности нашего учреждения. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. До конца мусульманского поста остается 11 дней. Одна из традиций уразы – приглашение друг друга на ифтар. Накормить человека, который соблюдал пост в течение дня, само по себе благое дело, как учит ислам. При этом в Карачаево-Черкесии распространяется практика и масштабных ифтарах в городах и районах, организованные главой республики Рашидом Тимрезовым. В них могут участвовать все верующие и соблюдающие пост, отметил муфтий республики. По 9 апреля во всех районах, городах будут проводиться ифтары от главы республики. И под завершение этого, 9 числа, это будет последний день месяца Рамазан, в Черкесске, обычно мы это проводим в ресторане, в комплексе, Эдельвейс, будет проводиться ифтар от имени главы республики. Всех я прошу, чтобы пришли, собрались, помолились и делали дуа. Это очень нужное и полезное дело. Дай Аллах, чтобы в наших домах, в наших сердцах было спокойствие и милосердие от Всевышнего. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Удивительные люди». Хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова